Как видите, Сергей Поляков еще не появился. Ну, потому что... Он скоро телепортируется. Давайте так, на счет три. На счет три. Раз. Готовы? Ответить со мной только. Раз, два, три. Сергей, здравствуйте. О, доброе утро. Ну что, мы, как и обещали, в нашей студии эксперт, нотариус Сергей Поляков. Ждем от вас вопросы на тему, которые вас беспокоят. Все-таки связаны с середическим характером, с материального плана. Но поговорим на тему, в которой в студии. Нотариальный телепорт. Я вообще не понимаю, что это такое? Вы не ошиблись, Сергей. Нотариальный телепорт. Не телефон, именно телепорт. Нет, ну это просто на самом деле такое образное, скажем, название. Это нотариальное действие по передаче документов. Многие из нас сталкивались, например, с проблемой, когда вы находитесь в одном месте, и вам срочно нужно совершить какое-то нотариальное действие. Для ваших родственников, знакомых. Ну, наиболее частый пример это, когда ребенок выезжает за границу, и нужно сделать согласие на его выезд. Соответственно, для этого можно обратиться. А отец находится в другом городе. Сергей, можно я чуть-чуть поближе, раз я слышу, что-то я в это время еще 2 часа отработал. Чуть поближе, просто к нам. Чуть поближе к вам. Да, вот, да, вот. Вот. И, соответственно, тогда он обращается к нотариусу, делает согласие в другом городе, и нотариус отправляет его... Уже сюда. ...сюда. Да, это быстро и достаточно дешево. Напоминаем, телефон 236-95-37. Ваши вопросы от нас, ответы. А конкретно от Сергея Полякова, от специалиста. Не забудьте, да, мы готовы. Говорим про такую удобную услугу, как нотариальный телепорт, когда можно документ как-то отправить, находясь в другом городе, но заверенный. Да, Сергей, скажите, пожалуйста, то есть это получается как альтернатива обычной почте, или все-таки нет? Да. Ну, это в том числе как альтернатива обычной почте, потому что можно отправить фактически любой документ. Для этого нужно, например, ну, какой? Для юридических лиц очень часто пользуются этой услугой, для того, чтобы им отправить документы на тендер, на какой-то заказ, на контракт в другой город. Соответственно, тоже они приходят к нотариусу, переводят этот пакет документов в электронный вид. Операция называется «Равнозначность электронного документа документа на бумажном носителе». И просят нотариуса передать это в другой орган. А когда существует уже такая услуга? На самом деле эта услуга существует достаточно давно. Просто наибольшей популярностью она начинает, с каждым годом она приобретает все больше и больше популярность. На сегодняшний день около миллиона таких действий совершено. Но в Российской Федерации. И все больше и больше она набирает оборотов. Будет только больше. Сергей Поляков, наша студия «Нотариус», ждет от вас вопросов. Пожалуйста, звоните, задавайте. Если у вас, да, ну, на любую тему, понятно, если у вас нет вопросов, ну, это же хорошо, значит, все отлично, никаких вопросов нет, значит, все классно, ничего вас не беспокоит. Если что-то беспокоит, ах, кого-то беспокоит, уже телефоны звонок, нам говорят, редакция уже, кто дозвонил сейчас, как Сергею Полякову, задаст вопрос, ну, как он, как даст ответ на него. Давайте пока продолжим тему нотариальной. А, все, нам подсказывают, что можем вопрос уже задать. Доброе утро, как вас зовут? Здравствуйте, я Вячеслав. Вячеслав, откуда вы нам звоните? С Красноярска. С Красноярска. Давайте, пожалуйста, ваш вопрос. Вот у меня такая ситуация, я купил квартиру еще до брака, в строящемся доме, ну, под договор долевого участия, но уже в собственность эту квартиру оформил, когда уже вступил в брак. И у меня вот вопрос, в случае развода моя жена будет иметь право на эту квартиру? Доброе утро. На самом деле, да, в случае, если вы будете разводиться, так как квартира зарегистрирована была в период брака, а что касается объектов долевого строительства, то право собственности на квартиру, которая строилась по договору участия в долевом строительстве, возникает с момента регистрации права собственности в Едином государственном реестре недвижимости. Поэтому, конечно же, супруга может иметь право требовать выдела ей доли. Более того, если в период брака были значительно внесены изменения в квартиру, значительно увеличивающие ее стоимость, то тоже будет возможность требовать выдела ей доли. Поэтому, если вы не хотите, чтобы ваша супруга требовала от вас половины, скажем так, или какой-то другой доли, и в суде потом исключить судебную тяжбу, то лучше обратиться для заключения брачного контракта, в котором прописать, что вот эта квартира, да, она была зарегистрирована в период брака, но она приобретена была на личные средства до вступления брака, является личной собственностью, ну, в данном случае, ваша. То есть изначально что решать, правильно? На берегу, так сказать. Да, конечно. До заключения брака надо, да, составлять этот договор? Нет, почему? Брачный договор может быть заключен как в период брака, так и до вступления в брак. А, что она не претендует, к примеру, да, на эту половину? Да, когда, да. Ну, либо она говорит, я согласна выплатить половину квартиры. Но тут брачным договором можно любым образом распределить общее имущество супругов и договориться, да, потому что, ну, правда, супруга может тоже, когда они вступили в брак, внесла значительную часть стоимости ремонта, да, и, соответственно, конечно же, это тоже можно определить какую-то долю сразу. Самое главное, давайте жить дружно. Давайте так, чтобы не было таких моментов, да, не разводиться правильно. Создайте семью, покупайте все вместе. Вместе вкладывайте силы, любовь. Хорошо сказал Валера. Ну, я напомню, что мы сегодня обсуждаем такую тему, как нотариальный телепорт. Вообще, насколько сейчас это востребована, скажем так, услуга, да, правильно я назвать? Да, нотариальное действие. Но больше всего оно востребовано, конечно, еще раз у предпринимателей юридических лиц, так как очень часто по бизнесу приходится отсутствовать в городе постоянного места жительства или организация находится в другом городе, да, соответственно, и надо передать какие-то документы. Но граждане все чаще и чаще тоже заобращаются за этой услугой. И последнее время в связи с тем, что удостоверение сделок с недвижимым имуществом увеличивается, да, граждане, например, обращаются за удостоверением сделки и требуется согласие также супруга на продажу квартиры, который отсутствует, находится в отпуске, да, и чтобы вот это не затягивать, да, по времени, то проще будет тому супругу, который находится, например, в Сочи в отпуске, обратиться к нотариусу там, сделать это согласие и передать его сюда, в Краснодар. Хорошо. В общем, востребованная сейчас эта тема вся. У нас есть телефонный звонок. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как вас зовут? Доброе утро, Татьяна. Доброе утро, Валерий. Доброе утро. Как вас зовут, скажите, пожалуйста. Светлана. Светлана из Высотино. О, здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот моя внучка является единственной наследницей, отец которой погиб вот на Украине и был, ну, служил в МВД. Он, к сожалению, умер, погиб там на этой войне и хотелось бы знать, но никаких наследственных каких-то писем мы не получали. И как мы можем вот об этом узнать или сведения получить, есть ли у него наследство какое? Я... Доброе утро. Хотелось бы уточнить, он являлся гражданином Украины? Нет, он являлся гражданином России и жил в Норильске. В Норильске. Понятно. Если он является гражданином Российской Федерации и проживал на территории, ну, был зарегистрирован на момент смерти на территории Российской Федерации, то узнать вообще заводилось ли наследственное дело можно на сайте федеральной нотариальной палаты в разделе розыск наследства. Там удобный достаточно поиск, вы забиваете фамилию, имя, отчество, дату рождения, да, и он выдает список из наследственных дел, открытых по России. Если вдруг там наследственное дело не заведено, то вам нужно обратиться по последнему месту жительства гражданина для открытия наследства. Ну вот, да. Спасибо большое вам. У нас есть еще несколько минут для того, чтобы ответить на ваш вопрос. Звоните, возможно, мы именно вам поможем. А мы говорим про нотариальный телепорт. Я хотел спросить, получается, между нотариусами вот такая мощная система образовалась, да, то есть именно нотариусы передают быстренько друг другу документы с разных городов, получается. Но, к слову сказать, не только нотариусы. Если орган либо организация может принять документ в электронном виде, то этот документ может быть передан непосредственно в тот орган. Ну, я приведу наиболее часто встречающийся пример, это налоговая инспекция, да, то есть если нужно зарегистрировать индивидуального предпринимателя, изменение в данные юридического лица зарегистрировано, а юридическое лицо находится тоже в другом городе, да, даже если оно находится в вашем, то вы можете не идти в налоговую инспекцию, вы можете прийти к нотариусу, составить этот документ и отправить его уже в налоговый орган непосредственно. В общем, как стало все удобно. Согласна. У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Да, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мария. У меня такой вопрос, хочу. Как переписать квартиру от сына к отцу с наименьшими затратами? Переписать, вы имеете в виду, есть квартира, собственником которой является сын, и он хочет ее подарить. Переделать документы, да, чтобы на сын. А сын передает как бы отцу. Понятно. Ну, для этого нужно сделать договор, дарение и зарегистрировать его в Едином государственном реестре недвижимости, переход права собственности на эту квартиру на отца. Это займет несколько времени, ну и вам нужно составить договор самостоятельно. Также вы можете обратиться к нотариусу, для этого это гораздо быстрее будет, ускорит сильно весь процесс. Обращайтесь с паспортами со своими, отец, сын обращается с паспортами, свидетельство о рождении, чтобы подтвердить факт родственных отношений. И документы на квартиру правоустанавливающей. Нотариус удостоверяет договор и сам отправляет его в управление Росреестра. Регистрация по представлению нотариуса у нас занимает один рабочий день. Да, кстати, это очень удобно, я сам на себе это уже ощутил, проверил, да, я обратился к нотариусу. Также по поводу покупки недвижимости, да, сделки. И вы знаете, все очень удобно, все принес, документы, я потом только приду и заберу уже свидетельство, говорит то, что править собственность. Да, выписку есть. И все. Так что мы благодарим вас, уважаемые телезрители, за ваши вопросы. И говорим, что если у вас еще остались, то сможете себя задать уже на следующей неделе, также в среду у нас будет специалист, также из сферы юридического характера, нотариус. Не выпишите нам в группу ВКонтакте, обязательно все вопросы ваши передадим. И, конечно же, благодарим сегодняшнего нашего гостя, это Сергей Поляков, нотариус. Спасибо. Уже добрый друг нашей программы, можно так сказать, суперэксперт, который всегда отвечает на все самые важные и нужные вопросы. Да, огромное вам спасибо, вам хорошего продолжения дня. Ну, а мы уйдем на небольшой блок рекламы.